Я хочу поговорить о личных границах не только в контексте того, как ребенок может себя защитить от взрослых, которые к ним относятся как-то некорректно, либо хотят что-то небезопасное сделать, но и о том, как ребенок может защитить себя в принципе от какого-то агрессивного поведения других детей, например, которое также может быть, например, травля в школе или в детском саду, или защитить себя, когда кто-то некорректно к нему что-то обращается, либо что-либо делает. Я вам расскажу историю, в которой ребенок мог себя защитить, и мы обсудим, что он делал для этого. Я работаю с группами детей, и в моей группе был ребенок, которому было 2,5 годика. Это очень маленький такой малыш был. Он сидел, читал книгу. Он сидел на полу, книга была развернута перед ним, и тут в группу заходит другой ребенок, 4 лет. Он был на адаптации в тот момент, поэтому был очень агрессивно настроен. Он подходит и начинает по этой книге топтаться с очень видимым удовольствием. Этот маленький малыш, 2,5 годика, совершенно спокойно поднимает на него глаза и говорит, «Я разозлился». Ребенок отпрыгнул 4-летний и больше его никогда не трогал. Это история, когда ребенок может себя защитить, и, скорее всего, ситуация, когда он потеряется, когда кто-то другой, взрослый, например, будет к нему как-то обращаться, либо что-то делать, этот ребенок будет кричать, будет вырываться, как вам рассказывали и так далее. Но есть очень много детей, которые, например, не могут остановить какого-либо обидчика, даже если взрослый ему об этом говорит. Например, если родители говорят, ну ты можешь подойти и дать сдачу. Этот ребенок обычно, если это дошкольник, то он приходит и начнет бить всех детей, которые ему когда-либо не угодили. Но в ситуации, когда это реально нужно сделать, обычно он теряется, обычно он не знает, что именно ему сделать и как себя вести. Есть второй случай. Ребенок 5 лет, который играет в группе с другими детьми, и его игра заключается в том, что он подбегает, цепляется за кого-то, я думаю, что вы много таких детей знаете, трогает постоянно кого-то, и часто такие игры заканчиваются тем, что этого ребенка бьют. Он может лежать и вроде рассказывать, что ему все нравится, но при этом ему больно. Что происходит с этим ребенком? У этого ребенка нарушена личная граница. Откуда они вообще берутся и почему у ребенка может нарушаться эти личные границы? В первую очередь, все идет из семьи. То есть это то, что мы показываем ребенку. Мы показываем, как именно ему взаимодействовать с миром, с другим человеком. Потому что ребенок чувствует себя, когда он рождается, он себя чувствует еще частью мамы. То есть у него часто даже мамы младенчиков, как они говорят, мы покушали, мы там еще что-то сделали. Вот этот момент, что ребенок начинает отделяться от мамы, и когда он отделяется, он начинает чувствовать уже некое свое личное пространство. И как именно он чувствует свое личное пространство, уже зависит от того, как вы, как родители, в первую очередь, как семья, ему об этом показываете, ему об этом рассказываете. И что вы для этого делаете? Часто в своей работе, когда я работаю с родителями, когда я консультирую, я замечаю, что часто родители сами нарушают границы своего ребенка. Ну вот подумайте, как часто вообще вы спрашиваете своего ребенка, который более старше, допустим, четырехлетка, пятилетка, можно ли взять его вещи, например? Можно ли его потрогать, когда он занят? Можно ли войти в его комнату, если это подросток, например? Это делается на самом деле не так часто. Или часто ли вы спрашиваете его мнение по поводу каких-либо ваших общих семейных дел, например, какой-то поездки, или что-то, что нужно купить, или как организовать какой-то праздник. Это тоже делается очень многими взрослыми нечасто. И тогда ребенок оказывается в ситуации, когда я люблю семью, я люблю маму и папу, потому что дети любят вас априори, просто потому что их есть, они зависят от вас, вы являетесь для них всем. И когда ребенок сталкивается с тем, что тот, кто является всем, тот, кого они любят, начинает по отношению к ним себя как-то вести так, что вроде бы это должно быть правильно в голове же ребенка, ему кажется, что так и должно быть. Вот если другой человек начинает так делать, так вроде бы и должно быть. Но оказывается, что так не всегда должно быть. А кто это объяснит ребенку? Он сам иногда, когда он маленький, он не может разобраться. И отсюда начинается вот этот корень вот этих всех ситуаций. Если, допустим, я подойду к кому-то очень близко и дотронусь, например, для него, вам будет приятно? Скорее всего, нет, вы меня не знаете, я для вас пока не знакомый человек. И ваше тело, ваши эмоции отзовутся на это, вы будете чувствовать некую неприять ко мне, вы будете, скорее всего, возможно, агрессивно относиться и так далее на такую ситуацию. Почему так происходит? Потому что мы так устроены, наш мозг так устроен. У нас в мозгу есть отдельная зона, которая отвечает за то, что у нас есть некое личное пространство. И если постоянно делать какие-то ситуации, которые это личное пространство нарушают, мы будем чувствовать злость, что ребенок тоже может испытывать. И представляете, когда это делают люди, которым он доверяет, люди, которые для него являются самым значимым и самым важным. Он тогда не понимает, у него смешивается вроде бы это любовь, и это злость, и вообще как мне тогда быть, я же люблю. И ему начинает казаться, что это правильно. Что правильно, что так со мной делают. И часто это поведение потом переносится во внешний мир. Что важно сделать для того, чтобы объяснить и донести ребенку, что это не так, что нужно как-то по-другому. Есть вот очень классная фраза, которая иллюстрирует весь этот процесс. Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Все это работает в обе стороны. И важно понимать, что мы, как родители, мы тоже имеем какие-то личные границы. И если мы начинаем нарушать свои личные границы, допустим, вы разрешаете ребенку в любой момент брать ваш мобильный телефон, или лазить в вашу сумку, или залезать в вашу постель и так далее, тогда вы сами, получается, позволяете ему ваши границы нарушать. И что вы ему показываете? Ваша свобода не так важна. Пожалуйста, приходи. Или, например, когда вы не спрашиваете что-либо ребенка и начинаете в его сторону какие-то действия, которые вам кажутся, что правильные. Иногда они бывают правильными. Но в большинстве случаев получается, что ребенок думает, что, ага, мои границы тоже можно нарушить. И вот когда мне рассказывают о детях, которые, например, будут отстаивать все свои вещи, никогда ничего не дадут, но при этом будут отбирать у остальных, это тоже дети, у которых не сформированы границы. Этим детям тоже нужно помогать, потому что это в обе стороны работает. Уважение к себе и уважение к другому. Поэтому что вы первое должны научить своего ребенка, это своим примером уважать свое пространство. Подумайте сейчас, где именно ваш ребенок дома у вас, просто в квартире, в вашем доме, нарушает конкретно ваши границы. И подумайте, как именно вы можете уже их защитить. Как вы можете корректно объяснить ребенку, что это ваше пространство, это ваши вещи, которые необходимо брать с разрешения. Потому что если вы этого не делаете, ребенок думает, хорошо, со мной тоже так можно. И что начинается? Он приходит в школу, у него кто угодно может лазить в ее портфель. Потому что он думает, что это возможно. И он боится пожаловаться учительнице или вам и сказать, что по отношению к нему кто-то некорректно себя ведет. Потому что он думает, что это возможно. Для того, чтобы ребенок узнал, что это невозможно, вы должны дать ему этот пример. Смотрите, по поводу тех границ, которые вы устанавливаете в своей семье, вы начинаете думать о том, что вы конкретно разрешаете ребенку и что вы не разрешаетесь ребенку. Допустим, есть ли у вас места вещей? То есть это тоже некое пространство, где какая-то конкретная вещь лежит. Есть ли у вас это пространство, некое разграничение этого пространства? Если его нет, ребенку будет очень сложно, он будет путаться. Особенно маленьким детям, которые только пришли в этот мир, им очень важно, чтобы было некое постоянное, стабильное место каких-то конкретных вещей. Поэтому здесь и его вещи, и ваши вещи. Не находятся ли они в каком-то перемешанном состоянии, не разбросаны ли они по всей квартире, по всей комнате? Это показатель того, что ребенку тогда сложно определиться, где он и что он. Дальше. Есть ли у каждого члена семьи вообще право на свое личное пространство? То есть есть ли какое-то место у ребенка, где он может играться? Есть ли где-то у вас место, где вы работаете? Есть ли у вас какое-то место, где вы кушаете? Есть ли у вас какие-то свои личные вещи? Или у него свои личные вещи? Есть ли у вас несколько детей в семье? Есть ли у каждого из этих детей свое личное пространство? Либо у вас все вместе игрушки смешаны? Просто эти вещи — это корень просто потом следующих вот этих ситуаций, которые возникают уже во взаимодействии ребенка с внешним миром. Подумайте, есть ли у вас свободное время для себя? Это достаточно сложный вопрос для многих мам, для многих пап, которые много работают. Есть ли у ребенка свободное время для себя? Или он постоянно ходит на какие-то кружки, секции, где-то постоянно занимается? Даете ли вы это время ему подумать над своей жизнью, заняться какими-то своими интересными делами? Тогда, исходя из вот этого, ребенок понимает, что он тоже может отвечать за что-то. У него тоже могут быть свои какие-то интересы. А потом, если этого нет, то вырастает ребенок, который думает, что все его время должен загрузить кто-то. Кто-то должен придумать, куда ему идти, чем заниматься, как работать. И обычно это люди, которые работают на нелюбимых работах, люди, которые не могут как раз сказать «нет», если их просят внеурочно остаться. У них нет как будто бы права на свое личное время, на свою там семью, допустим, и так далее. Поэтому эти вещи вы начинаете делать с себя в первую очередь и преподносите, даете эту возможность своему ребенку. Есть ли у ребенка возможность выражать свои чувства и желания? Здесь вот очень важный момент. Выражать можно разными способами. То есть есть деструктивные способы, то есть когда он дерется там и так далее. И есть способы, которые не вредят окружающим, но все равно возможность выражать это есть. И тут вот этот момент, сможет ли ребенок потом закричать, если что-то произошло? Сможет ли ребенок сказать, что ему так не нравится, ему так неприятно? Вспомните вот эту историю, с которой я начала. Мальчик, который сказал, что он разозлился. Он знал, что ему можно злиться. Он знал, что это чувство разрешено. И просто корректно сказав другому ребенку о том, что его это не устраивает, он остановил это поведение. Поэтому очень важно, чтобы у детей было право испытывать абсолютно любые эмоции, даже негативные. Потому что когда у нас или у ребенка есть запрет на выражение этих чувств, как раз способность выстроить кому-то границу, это способность выдержать агрессию. Потому что другой человек, скорее всего, разозлится, если ему скажете, ну извини, я не поработаю вместо тебя. Он разозлится. И тогда вам нужно уметь выдержать эту злость. А если вы в себе ее не принимаете, как вы примете ее от кого-то другого? Это очень трудно. Поэтому способность принять абсолютно любые свои чувства и способность принять абсолютно любые чувства ребенка и говорить об этом. Это как раз тоже способность, которая позволяет ребенку выстраивать свои границы и выстраивать свои корректные отношения с другими людьми. Поэтому подумайте, как вы это в своей семье реализовываете. Если вы захотите, у нас есть отдельный проект по чувствам и эмоциям. Вы тоже можете присоединиться, мы вместе можем с этим работать. Дальше. Режим. Есть ли у ребенка какой-то режим дня? Для дошкольников это крайне важно. Это очень важно, если вы много путешествуете и постоянно меняете место жительства. Потому что для ребенка маленького очень важно, чтобы была какая-то стабильность. Если стабильности нет, то ребенок опять-таки теряется в этом хаосе, в каком-то внешнем мире. Поэтому, когда вы выстраиваете некие режимные действия, для школьников это тоже важно, чтобы они могли тоже как-то выстроить свою какую-то активность. Очень показательно было, допустим, вот по лагерям. У меня был опыт поездок по разным лагерям. Вот лагеря, в которых выстраивать четкие режимы, четкую какую-то активность детей, где они могут как-то двигаться, играть, чем-то заниматься. Или лагеря, которые вообще не дают какой-то структуры для детей, школьников и подростков, например. Это абсолютно разные впечатления детей. Там, где не дают структуру, часто дети не знают, чем себя занять. Они могут влипать в какие-то разные истории или делать какие-то деструктивные действия. Важно дать эту свободу в рамках каких-то. Пока мы как взрослые даем какую-то структуру, она должна быть поначалу более жесткой, потом вы ее расширяете в связи с ростом ребенка. Вот он растет, вы ему даете все больше и больше свободы. Но некие рамки, некие вот эти ограничения, вот режимные, допустим, моменты, они нужны ребенку для того, чтобы лучше себя развить, чтобы лучше понять, что ему нужно. И взять какую-то свободу, потому что свобода — это очень страшно. Но многие люди, если они окажутся в ситуации, когда они ничего никуда не должны ничего делать, вы потеряетесь просто. Так же самое ребенок теряется, если у него нет каких-то вот таких вот установленных точек, на которых он может как-то опереться. Следующий момент, когда родители очень активно нарушают границы ребенка, не осознавая. Это ожидания, которые вы строите по поводу ребенка. И тут в каждом возрасте они могут быть свои. Допустим, от маленького ребенка многие родители хотят, чтобы он уже с пеленок убил читать, допустим. Или чтобы он пошел куда-то в определенный университет учиться, или продолжал дело какой-то семьи, своей семьи и так далее. В этом случае вы нарушаете границы ребенка, показывая ему, что ваше мнение важнее, ваше ожидание важнее, чем тот, кто он есть на самом деле. И если он не знает, кто он есть на самом деле, он все время соответствует вашим ожиданиям, то когда он вырастает, он не станет резко другим. Он не станет 18 лет, когда он выходит вроде как в совершеннолетнюю жизнь. Он не станет по-другому жить. Он тогда будет соответствовать ожиданиям своей жены или мужа, начальника на работе, каких-то там других окружающих его людей. Он не перестроится внезапно. Поэтому важно давать тоже некую свободу, некий вариант того, ну хотя бы спрашивать мнение ребенка, и дальше вместе его в дискуссии какой-то обсуждать, если он хочет чего-то странного, допустим. Но вот этот момент, он тоже важен. По поводу самостоятельности и ответственности ребенка. Если вы ему даете эту возможность это делать, то тем самым ребенок тоже формирует некое свое личное вот это пространство, в котором он делает какие-то свои действия. Вот поднимите, допустим, руку те, кто что-то делает рукой ребенка. Например, пытается писать рукой ребенка, или там надеть его рукой ребенка, или что-то такое. Есть у вас такие в зале? В этом случае, если вы это делаете, например, то ребенок не чувствует свое тело. Вы как будто бы берете ответственность за его тело на себя. И когда он начнет брать ответственность? Не начнет, если вы постоянно эту ответственность берете. Например, может ли ребенок одеваться сам? Даете ли ему возможность такой? Дети после года могут сами одеваться. Обычно родители затягивают этот процесс. Они в школу могут одевать ребенка. Это тоже способность ребенка чувствовать свое пространство, чувствовать, что он может делать с вещами, а чего он не может делать. Может ли он самостоятельно кушать? Тоже дети после года это могут делать. Может ли он самостоятельно играть? Или вы постоянно все время во внимании, вы все время придумываете какие-то игры для своего ребенка или он может сам их придумать если у него эта возможность может ли он убирать свои вещи это тоже про ответственность если у ребенок знает что он отвечает за свои вещи это тоже его личная граница на самом деле его вещи это его граница если вы ходите за ним постоянно убираете это момент того что у ребенка не формируется это понимание потом когда он становится подростком и приходит в школу например с мобильным телефоном он не будет за ним следить потому что он думает что это делает кто-то поэтому приучайте детей с раннего возраста убирать за собой свои конкретные вещи или там например делает ли ребенок уроки сам или это ваша тоже ответственность вы боитесь что он получит плохую оценку вы сидите с ним там до ночи делаете домашние задания это тоже момент того что ребенок теряет эту ответственность за свою активность за свое обучение за свою мотивацию что-то познавать или что-то делать важный момент вопросах тоже границ это делиться ребенку своими вещами или не делиться здесь такой момент и представьте себе просто на себе конкретную ситуацию например к вам приходит какой-то незнакомый человек и говорит дай пожалуйста свой компьютер мне или ему ключи от машины я хочу куда-то проехаться и рядом с вами появляется некто очень важный значимый для вас и говорит ну что то тебе что жалко ключи от своей машины дай ему он с тобой поменяется даст тебе например какой-то мячик а ты ему ключи от машины вы же понимаете что вы будете себя чувствовать несколько странно и тогда у вас какой вариант либо удовлетворить этого значимого человека и сделать так как он хочет и тогда будет считать вас классным таким замечательным добрым человеком либо пойти и сделать так как считаешь нужным ну то есть понять доверяешь что ему или не доверяешь и определиться хочешь ли ты это давать тем самым если мы заставляем детей очень активно говорим им пожалуйста поделись со всеми кем угодно мы нарушаем его личная граница если вы хотите чтобы ребенок их научился чувствовать чтобы он научился чувствовать может ли он кому-то довериться как раз отслеживать этот человек нему хорошо относится или плохо он может испортить его вещь или не может как раз на этих вещах ребенок учится он учится на своих игрушках он приходит на детскую площадку и смотрит а этот ребенок какой-то неуклюжий наверное он поломает мою машинку наверное я ему не дам и поэтому не хочет с ней делиться потому что он за нее боится он переживает это часть его это для него такой же значимый предмет как для вас допустим ваша машина поэтому это тоже может быть ответственностью ребенка и тем самым он будет учиться взаимодействовать с этим внешним миром и чувствовать где его свобода а где свобода другого поэтому вот вот этот важный момент важный тезис мои вещи это мои вещи и вот я сам несу за них ответственность поэтому важно чтобы в семье у ребенка было вот это вот понимание когда вы его привьете это понимание то он также сама будет относиться к своему телу будет понимать мое тело это мое тело никто не имеет права меня трогать никто не имеет права меня куда-то вести и тянуть или что-то рассказывать мне или как-то бить меня допустим или делать мне неприятно все что я испытываю какой-то дискомфорт это ненормально и в этом случае этими простыми действиями в эту ребенку показываете поэтому вот когда у него есть вот это понимание насчет тела и понимание что я ценный я важный и мои чувства и мысли имеют значение потому что вы спрашиваете его мнение то такого ребенка в большинстве случаев очень сложно будет затянуть в какую-то плохую ситуацию такого ребенка будет очень сложно и детям и взрослым как-то его обидеть поэтому я желаю вам в этом вопросе успехов чтобы у вас все получалось чтобы вы почувствовали в первую очередь свои границы в первую очередь то как вам комфортно можно было бы выстроить свои отношения с ребенком вашу семейную жизнь ваши отношения с партнером с вашим мужем женой и потом передать этот опыт когда вы его сами пройдете передать его ребенку потому что дети очень часто учатся на нашем примере если пример так сказать очень привлекательным для них они захотят его повторять не захотят быть такими же как мы потому что дети часто хотят деваться как мама или или как папа вот эти все вещи вы как раз им передаете маленьким детям это лучше получается детям уже подросткам уже будет сложнее немножко но тут тогда важно просто с ребенком вести какой-то некий разговор уже через диалог высказывать свое мнение и спрашивать его мнение для каждого возраста есть своя какая-то вот особенность свои какие-то ситуации благодарю вас за внимание если какие то вопросы я сейчас повторю вопрос по возрастам спрашивает делится ли обучающий курс нет не делятся потому что какие то вещи они являются основой по большей части мы работаем с собой чтобы передать это ребенку поэтому есть какие то акценты на возраст прям в курсе но это не является прям таким что это только для дошкольников или это только для школьников или только для подростков конкретно по поводу чувства эмоций это для всех с момента когда вы вообще запланировали ребенка потому что вы начинаете себя вы начинаете этот вопрос очень часто сейчас фигурирует допустим тему созависимые отношения вот эти все треугольники карпмана который там жертва преследователь и так далее это все про это же это нарушенные границы поэтому если у вас так построена такая модель семьи то ребенок который родится в этой модели семьи он будет принимать ту же самую историю поэтому пока вы еще даже допустим не имеете ребенка это уже имеет смысл начинать делать а там уже в каком возрасте ваш ребенок там уже просто подключаетесь и как-то дополняете что то что то добавляете в этом плане сейчас я повторю из вопрос потому что не слышно на задних рядах ребенок 10 лет не хочет делать уроки смотрите вот в плане десятилетнего это уже чуть чуть сложнее потому что когда вы начинаете ты самого первого класса когда ребенок постепенно привыкает к тому что это его ответственность то тогда вам гораздо проще если ребенок уже привык что уроками занимается кто-то другой то в момент когда вы его бросите на произвол семьи с уроками будет все плохо вы уже понимаете поэтому вы не бросайте его на произвол судьбы потому что он привык что вы это делаете и так в любой ответственности например если вы кормите ребенка там в 4-5 лет ложкой он сам не ест то так же само когда вы перестанете это делать ребенок не будет есть например в принципе либо разные вот эти ситуации когда вы взяли на себя какую-то ответственность ребенка когда вы ее резко снимите ребенок не возьмет это на себя поэтому ваша задача подумать какой-то период времени когда вы понимаете что для вас это будет не очень страшно ну допустим с уроками там возможно какое какое-то время в самом начале учебного года допустим когда еще у него есть возможность потом исправить свои оценки или если это вопрос еды тогда когда он не болеет когда нормальный сезон допустим когда вы понимаете что если он не будет кушать несколько дней ничего с ним не произойдет страшного ну вот я примеру говорю то есть выбираете то время когда вы понимаете что ребенок не будет это делать и для себя лично пытайтесь отпустить эту ситуацию как только ребенок поймет что за него это никто не делает как только он столкнется с ситуациями что он получает эти оценки важно чтобы просто в школе был кто-то значимый для него потому что если никого не будет значимого если для всех детей это не важно если для учителя это просто вот он для него незначим и никакой авторитет то тогда будет сложно тогда может быть иметь смысл думать с ребенком как именно что может его замотивировать учиться что-то такое что он может получить как сразу какой-то результат допустим выучить язык возможно вы отправить какой-то языковой лагерь тогда для него это мотив он он сразу же поедет в этот языковой лагерь потому что когда например надо отучиться 10 лет и когда-нибудь у тебя будет хорошая работа ну это вы вы понимаете вы себя тоже так не сможете замотивировать поэтому вот этот момент что ребенка должен какой-то значимый момент которому нужно стремиться и убрать на некоторое время свою ответственность спасибо всем за внимание у нас уже закончилось время спасибо